Понимаете, дело в том, что когда мы так вот смотрим на ситуацию чуть-чуть вперед, то встает важный вопрос. А с какого момента вообще страны Запада, не обязательно НАТО, но какой-то альянс стран, будет принимать уже участие реально в этой украинской ситуации? Почему? Потому что все-таки ясно, что украинцы сражаются как бы и за будущее Европы. И это звучит сейчас на всех митингах во многих странах мира. Вот сейчас в Чехии только что премьер-министр, выступая на гигантском митинге в центре Праги, тоже об этом говорил. Это поставит вопрос о том, все-таки как действовать. И в этом смысле слова я не исключаю того, что сейчас буквально в ближайший день-два какой-то ситуативный альянс. То есть там, предположим, Британия находится в таком состоянии, мы видим Великобританию, как бы ее правительство, что они готовы к такому. Я памятаю совсем недавно, что до початка этой агрессии открытой было так, что Украина, Польша и Великая Британия домовились об военной допомозе паза блокам НАТО, Евразвязам и иншими объединениями, что это была такая домова трехкраина. Это так само можно спросить? Ну, в частности, это был первоначальный этап того же, но ситуация меняется быстрее. Сейчас мы можем даже предполагать, что и больше будет альянс вне НАТО, альянс стран, которые готовы участвовать уже прямо в этой ситуации. И в этом смысле слова, да, я считаю, что если бы предложение поступило бы хотя бы такое, если бы завтра поступило публичное заявление о том, что три европейские страны готовы обеспечить безопасность своими силами правительственного квартала Киева, потому что мы видим хорошо, что цель Кремля штурм Киева. Конечно, это какой-то безумный план, мы никто не понимаем, как этот Киев можно будет удержать, зачем это делается, не видно политической перспективы, потому что невозможно представить ситуацию, что военные силы в Европе свергли президента. Какая-то страна-агрессор, это совершенно невозможно себе представить. Тем не менее, поскольку это происходит, то гарантией того, что будет защищен правительственный квартал, это было бы довольно сильным ходом, на мой взгляд. При этом не означало бы немедленного вступления сил НАТО вообще в какую-то борьбу. Вот смотрите, здесь тоже поступило сообщение, чуть ранее мы упоминали, что Россия может уничтожать любой транспорт, вот они заявили о том, что не собираются уничтожать любой транспорт, который будет поставлять вооружение Украине с Запада. Обычно, как мы знаем, вот по всем правилам, то доставка производится теми, кто это вооружение передает. Как думаете, к чему может привести даже такое случайное попадание российских вооруженных сил в что-либо западное? Давайте просто себе представим, что в очередной раз что-то пойдет не так и будут затронуты уже непосредственно какие-либо иностранные граждане или иностранные интересы. Тут у Запада получится в очередной раз съехать на невоенные средства или придется реагировать или будет политическая воля для того, чтобы находить какой-то ответ? Ситуация изменилась, это очевидно. Конечно, там месяц назад любой бы из нас сказал, что ни НАТО в целом, ни отдельные страны европейские, ни в каком-либо альянсе не будут участвовать с военной стороны в подобного рода конфликтах. Но сейчас-то мы видим другую картину и совершенно ясно, что политики европейских стран многих обдумывают уже сейчас и военные эксперты, а что делать на следующем шаге, если все это произойдет? И я считаю, на мой взгляд, что сейчас уже страны Запада находятся в таком состоянии, это видно даже по заседанию Бундестага, который только что был, где, собственно, поворот политики такой немецкой совершается, что вполне возможно военное участие. Я считаю, что сейчас это уже реалистично, то есть нельзя сказать, нельзя утверждать, что этого не будет. Мы уже маем при нам все подтверждение, что державы Заходу супрацовничают с Украиной в плане выведки, например, гэтые самолеты НАТОвские, которые осуществуют деи, какие танки там ездят. Альбо спадарожники на заробиты сдымают так само перасовывание гэтых колонн, танковых махчумах, это так само допомагает у знищение гэтых колонн у подрактовцев засадов. Вось, як у Бучи, якую, як я разумею, мы бачим все еще на экране. Ну, державы Заходу ввеццы супрацовничают, передают так само у збраенні. Мы зараз отрымали поведомление, что Швеция передать армию Украины 5000 супрацтанковых гранатометов, накольки я разумею, так само каски, бронежилеты, сотни тысяч сухпайков. Ну, вось, это гранатометы НЛО, які еще до пачатку открытого варвання мы бачили на видео. Тады еще российские войсковцы могли б глядеть гэтая видео. Як дзенечает Джавелин, як дзенечает НЛО, як дзенечают іншые узбраенні. Ну, але отрымливается, что недооценили готовость украинцев ужывать гэтые узбраенні. Да, ну, тут еще очень интересный момент, опять же, с этими поставками, то, что если в данный момент Украина, вот, скажем так, справляется, ну, пока еще своими силами справляется с этим натиском, мне кажется, что если передадут чуть более серьезные вещи, потому что пока все-таки мы видим это вооружение индивидуальное, то есть что стингеры, что противотанковые гранатометы, то есть все эти вещи, но пока мы не видим каких-либо таких крупных поставок, условно говоря... Зенитно-ракетных комплексов. Нет, именно зенитно-ракетных комплексов, скажем так, целых, ну, дивизионных поставок. Я имею в виду крупной техники. Но очень интересно то, что в любом случае, да, вот это уже не просто знак, это уже вот какие-то реальные действия, которые могут оказать влияние на ситуацию. Но я бы еще вот тут хотел спросить по поводу того, как Россия теперь может вообще выходить из этого, и есть ли вообще, насколько далек теперь там горизонт планирования, потому что мне кажется, что там со всем этим всем плохо, и есть ли у Путина в его бешенстве какие-либо вот такие мысли о том, что может быть как-то к нормальности вернуться, и представляют ли там себе вообще этот процесс деэскалации, кроме как эскалации для деэскалации, которую уже не упоминали и в своей военной стратегии? Честно говоря, Путин завел дело в такой тупик, в такое поражение. Надо сказать, что у него здесь есть только два варианта поражения и поражения, потому что если он что-то там берет под контроль в Украине, то это все равно де-факто поражение. Он остается агрессором с чудовищными санкциями и с дальнейшей перспективой полной изоляции. И получается, что за счет, как вы показывали, там приращивания какой-то незначительной территории, где, ну то есть он же не в Майами оккупировал, а прирезал Мелитополь. Ну, конечно, понятно, что это тут не до шуток, но тем не менее очевидно, что он обменивает получение этого на вообще будущее России. Это поражение, конечно. А если он терпит просто военное поражение и вынужден уходить, тоже поражение, понятно. Поэтому у него нет другого, он должен уходить сам. То есть нет варианта. Москва, Кремль, его окружение, генералитет, не важно кто, должны просто сейчас быстро выдвигать другого Путина, и все. Спасибо. Спасибо. Спасибо.